Всем привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. И сегодня у нас прекрасный повод записать видео. Это подвести итоги январского раскрашивательного месяца. Это первый месяц 2021 года. И я считаю, что он был вполне успешен и довольно продуктивный. Хотя количество работ не так, чтобы сильно радовало. Однако я все равно считаю этот месяц продуктивным. Из чего я делаю выводы, что все дело в настрое. Ну что, давайте будем начинать, смотреть. И я покажу вам, что же мне удалось раскрасить за январь. Начался мой год с вот такой вот прекрасной книжечки с японскими анимешными девочками. Такой на самом деле не самый очевидный выбор. Но мне почему-то очень захотелось пораскрашивать эту книгу. И решила я выбрать вот такую вот милашку. Мне она показалась вполне себе праздничной и подходящей под Новый год. Потому что на тортике у нее вот есть елочка. И вот ему вот мишке, у него был такой просто колпак. Я ему пририсовала вот такие вот атрибуты. Все-таки новогодняя, чтобы немножечко сделать более праздничную эту иллюстрацию. Я старалась сделать вот эту подставку под тортиком прозрачной. Также прозрачно сделать чашечку с клубничками. И обращаю ваше внимание на сам торт, на бисквит. И мне кажется, это действительно очень классно похоже на бисквит. Ну, в общем, этой иллюстрацией я оказалась очень довольна. Конечно же, меня не оставили равнодушные вот эти милашные круглые клубнички. И очень здорово, что здесь в конце книги есть подсказки. Потому что, ну, я бы на самом деле не догадалась, что это клубнички, если бы там это не подсмотрела. Здесь я практически все раскрашивала полихромосами, потому что именно они довольно хорошо ложатся на эту бумагу. А у меня здесь раскрашено пока только две иллюстрации. Поэтому не могу как-то вот со стопроцентной уверенностью говорить. Но пока мне показалось, что здесь они работают лучше других моих карандашиков. В качестве своего подарка на Новый год я получила цветные карандаши Derwent Drawing в количестве 24 штучек. И мною было принято решение сразу же начать их тестировать. И для этого я выбрала книжечку Клары Марковой. И решила раскрасить иллюстрацию только Derwent Drawing без примесей других карандашей. И на самом-то деле это было довольно несложно. Мне очень понравились эти карандаши в работе. И по цветам, ну мне близка такая цветовая гамма, поэтому мне было довольно несложно. Мне понравились вот эти вот капельки росы. Они такие довольно реалистичные получились. Ну и в целом цветовая палитра Derwent Drawing мне вот прям по душе. Поэтому, конечно же, мне было приятно работать с этими карандашами. Ну и, собственно, здесь ничего нет, кроме дроуингов и некоторого количества гелевых ручек. Ну, в принципе, я довольна тем, что получилось. И я рада, что эта книга пополнилась еще одной иллюстрацией. Несмотря на то, что у меня есть более новые книги Клары и старую я не забываю. После того, как у меня уже было готово две работы, я решила, что уже пора приступать к обязательным работам месяца. Это некоторые работы по марафонам. Изначально я принимала участие в марафоне от Анны. Я оставлю ссылку на ее страничку в Инстаграме. У нее был чудесный марафон по сказкам. И я решила на ее марафон раскрасить вот такую вот прелестную красную шапочку. Мне довольно легко отдался здесь процесс. В принципе, как и всегда в Jasmine. Раскрашивая эту работу, я вдохновлялась работой одной девушки. Я в Инстаграме указывала при публикации своей иллюстрации ссылку на ее работу. Я, к сожалению, не вспомню ее имя, но это довольно старая работа. Я по ее примеру немножечко раскрашивала платье. Ну и в принципе разбиралась, где что. Конечно же, здесь были тоже Derwent Drawing. Я как-то... Не отпускали они меня. И, конечно же, мне хотелось как можно больше и больше ими пораскрашивать. Довольна я этой иллюстрацией. В принципе, иллюстрациями в книгах Jasmine я практически всегда остаюсь очень довольна. И как уже не в первый раз, после того, как я заканчиваю картинку в ее книге, я тут же сразу хочу раскрасить еще одну. И, собственно, не отказываю себе в этом удовольствии. И сразу же берусь еще за одну картинку, которая тоже посвящена сказкам. В этот раз это была иллюстрация уже на марафон Ольги Рани. У Ольги Рани в этом месяце марафон по Алисе. Алиса в стране раскрасок, если я не ошибаюсь, правильное его название. И я решила раскрасить Алису вместе с Белоснежкой. Я сделала здесь такой тоже мрачный фон. Мне показалось, что он довольно удачно должен подойти и как-то неплохо контрастировать с яркими девочками. Я очень долго, конечно же, сидела с вот этими вот животными, пытаясь им все-таки действительно придать эту шерстистость. И мне кажется, что у меня довольно неплохо получилось передать и шерсть, и дымчатый цвет кота. Ну и девочки сами мне тоже нравятся. В общем, иллюстрации в книге Джасмин меня всегда радуют. И они всегда получаются довольно неплохо. Сразу же после того, как две работы на марафоны были готовы, я тут же взялась еще за третий. Ну, это не совсем марафон, это некоторое праздничное раскрашивание. Снимаю это видео 31 января. И на момент съемки эта работа еще нигде не опубликована, потому что опубликована она будет 1 февраля. Собственно, тогда же, когда вы и увидите это видео, эта работа посвящалась Анастасии Колдревой, собственно, автору этих прекрасных книг, и ее празднику дне рождения, которое 1 февраля. И было решено поздравить Анастасию иллюстрациями, которые были бы раскрашены в ее книгах. И я решила раскрасить вот такую вот девушку из книги Сиренти. И мне очень понравилось. Я не уверена, что камера корректно передаст цвет ее коже, потому что он такой действительно довольно сложный. Но я долго с ней сидела. И с кожей, и с волосами. И, на мой взгляд, это пока, наверное, одна из лучших девушек, которые у меня получились. Мне она показалась просто не какой-то очень реалистичной. И я практически всегда довольна своими работами. Но вот так, чтобы я практически не видела косяков, то такого бывает довольно редко. Очень интересно, здесь фон я выполняла акриловой гуашью. Но этот цвет очень похож на вот такой мой стандартный цвет. Хотя я получила его случайно. У меня практически такой же цвет есть готовый, которым я люблю делать фоны. Ну, где-то немного его можно замешать с черным, либо с белым. И он немного меняет свой подтон. Но при этом, в принципе, он довольно узнаваем. Здесь же было интересно, что здесь был черный, белый, коричневый, оранжевый и какой-то еще. Ну, и в итоге все равно получился тот цвет, который мне довольно близок. Ну, наверное, это и неплохо. Я с самого начала хотела девушку эту раскрашивать в моногамме. И виделась она мне вот с вот этими вот розовыми. Это, по-моему, сенегальские косы, если я ничего не путаю. И я довольна, что я ее сделала именно так, как я планировала это изначально. Вот что я не сбилась со своего пути, ничего не поменяла по ходу раскрашивания. А вот как я запланировала, так я это и реализовала. И это, конечно, очень здорово. Я очень довольна этой работой. Иногда, очень редко, но все же иногда у меня возникает желание поакварелить. И, как правило, в такие дни я все порчу. У меня появляется какая-то недоделка, заброшка. И это все потом лежит, ждет, когда же я наконец-то начну его заканчивать. В этот раз, помимо такой работы, появилась еще одна. И эта иллюстрация появилась в книге Ленки Филоненко. После того, как меня подвела бумага в одну из книг, я решила взять книгу с действительно хорошей проверенной бумагой и залить здесь акварельный фон. И он получился изначально довольно пятнистым, но, в принципе, он все равно был неплох. И, скажем так, он имел шанс на продолжение. И поэтому я решила раскрасить саму девушку, украсить фон салютами, звездами. И, по-моему, получилось довольно неплохо. Мне понравилась сама девушка, мне понравилось ее платье. Естественно, я с самого начала видела ее вот в этих чудесных белых чулочках в крапинку. И у меня вообще всегда проблемы с желтыми и оранжевыми бальными платьями. Вот я сейчас немножечко поворачиваю иллюстрацию, и вы можете увидеть переливы салютов. Здесь были использованы гелевые ручки Pentel, и они очень так классно переливаются. И вот насчет оранжевых и желтых платьев. У меня эти платья, платья этих цветов никогда не получаются реалистичными. Но здесь оранжевая, по-моему, получилась вот прям классно. Мне очень понравилось. Причем было интересно, что здесь я использовала такие довольно необычные цвета. И, ну, в принципе, тоже здесь также, как и всегда, раскрашена всеми моими карандашиками. Также мне нравится, что ее чулочки, они не выглядят там прям просто белыми, а как-то действительно складывается впечатление, что это чулочки капроновые. То есть немного видно, как просвещается кожа. Вот. И вот эти вот опять-таки салютики праздничные. Мне очень понравилось. Я прям очень осталась довольна этой иллюстрацией. В январе я записывала видео-тест «Какой ты колорист?». И в процессе раскрашивания нужно же было что-то раскрашивать. И я решила раскрашивать иллюстрацию из книги «Канока и Гусы». И мною был выбран вот такой вот «Мистер Жаб». И на видео я, ну, где-то там наполовину раскрасила ему плащ. И, ну, после того, как видео я досняла, естественно, «Мистера Жаба» пришлось заканчивать. И он довольно быстро у меня раскрасился, буквально за один вечер. Абсолютно ненапряжно, ну, как отдыхалочка получилась. Ну, в принципе, по нему и видно, что я не сильно заморачивалась. Здесь все раскрашено призмами. Также здесь было применено довольно много гелевых ручек для перекрытия черных линий. Ну, и также совсем немножечко я использовала сухую пастель. Это внутри вот этого самого ромба. Ну, и немножечко зеленые пастели вокруг. Ну, такая довольно легкая, ненапряжная работа. Ну, в принципе, это то, что мне было на тот момент нужно. Поэтому я довольна, что эта книга пополнилась еще одной иллюстрацией. Также в январе мною было снято видео о градиентном фоне в книге Эмили Оберг. К огромному сожалению, я не смогла подчеркнуть красивый цвет фона полноценной иллюстрации. И немного ее испортила. Ну, как бы, что есть, то есть. Показываю вам то, что получилось. К сожалению, здесь я все запорола самим гейнорогом. Не знаю, не пошла мне эта иллюстрация. И почему-то по цветам вот сама колба, она, ну, не очень хорошо она сочетается с фоном. Ну, как есть, так есть. Плюс одна иллюстрация, в принципе, тоже неплохо. Также здесь вы можете видеть, я добавляла акварелью, хамелеон от Рембрандт, которая у меня появилась с блесточками. И вот вы можете видеть, это так довольно все классно блестит. И мне очень понравился этот эффект, особенно когда матовый фон и вот такая вот блестящая колбочка. В целом эффект очень интересный и он был бы намного лучше. Основное впечатление о работе было бы гораздо лучше, если бы немножечко я, ну, подобрала другие цвета. Ну, уже как есть, так и есть. Добавляем плюс один и я надеюсь, что в феврале я смогу здесь раскрасить еще одну иллюстрацию и как-то вот немножечко исправить впечатление. Конечно же, январь не мог пройти без традиционного совместника в книге Грации Сальву. И если раньше мы вдвоем проводили это совместное раскрашивание вместе со Светланой, то с декабря к нам присоединились еще девочки. Обязательно заходите в Инстаграм. Там у меня на страничке есть работы всех девочек и указаны ссылки на все их странички. И в этом месяце мы решили раскрашивать вот этих вот пингвинов. И это такая очень странная для меня работа получилась, потому что в тот день, когда я решила раскрашивать ее, у меня откровенно было не очень хорошее самочувствие. И параллельно с этим у меня еще и идея поменялась прямо на ходу. И плюс еще параллельно я решила использовать здесь везде масло-растворитель. Вот, короче, куча экспериментов. И внезапно пришедшая идея о северном сиянии. Как мне показалось, идея довольно неплохая и интересная. Для этого я взяла черный лист бумаги и решила нарисовать там северное сияние и придать ему вот такой мягкий эффект свечения. И это получилось довольно неплохо. Когда же я решила сделать это здесь, я поняла, что на карандаш, размытый маслом-растворителем, неокалоры, а я делала это неокалорами, так вот, неокалоры ложатся не так здорово, как просто на чистую черную бумагу. И, конечно, этим задача моя слишком сильно усложнилась, но я как могла попыталась передать цвета различные. Ну и плюс соблюсти эту мягкость, чтобы не было каких-то резких переходов. Также я добавила отцветы ей на волосы. Вот, вы можете видеть зелененькие, голубые. Также я добавляла некоторый блеск и на само северное сияние, и ей на волосы. Мне почему-то это показалось очень милым. Вот, вы можете видеть. Ну вот, такая работа, на самом деле, довольно простая. Она у меня за один день выполнилась. И, конечно же, если бы я либо подумала немножечко заранее о своей идее, либо потратила бы на нее немножечко больше времени, то, скорее всего, результат был бы более интересным. Ну, в целом, мне в этой книге довольно легко даются работы. И, в принципе, я довольна ими всеми практически всегда. Уже несколько месяцев я не бралась за вот эту корейскую раскраску с костюмами. И, наконец-то, в январе я нашла для нее время и достаточно вдохновения. Я о ней не забыла. Каждый месяц, когда я ее не раскрашивала, а не раскрашивала я ее, по-моему, вместе два, наверное, может быть, даже три, и я каждый месяц о ней думала, но у меня просто не доходили руки, потому что здесь я, как вы помните, раскрашиваю разворотами. А это, ну, довольно затратно по времени. То есть это ни один и ни два дня. Ну, я вас, наверное, удивлю, сказав, что вот этот разворот у меня получился за три дня. И для меня это довольно быстро. Итого, вот такой вот разворот у меня получился. Я очень довольна результатом. Я практически полностью реализовала свою идею. Как вы помните, я напомню вам, как выглядят здесь мои развороты. Здесь я придерживаюсь единого стиля однотонных фонов. Но здесь есть такие иллюстрации, в которых это было бы неуместно. Вот, например, как здесь. Здесь девушка с цветами, и нам их нужно либо зарисовывать, либо придумывать какой-то выход из ситуации. Если я хочу остаться вот в этой единой теме однотонных фонов, приходится как-то фантазировать и искать выход из ситуации, чтобы и девушки с дополнительными предметами как-то органично вписывались в эти развороты. Но, тем не менее, чтобы не зарисовывать весь фон за этими цветами, каким-нибудь синим или зеленым, это будет очень некрасиво. И я решила вот здесь поэкспериментировать. И вот, собственно, что у меня получилось. Я добавила такой элемент в виде круга. Возможно, его стоило тоже раскрасить акрилом, но как-то мне принципиально этого не захотелось. Я его просто раскрасила карандашами. И мне кажется, это отличная идея, потому что здорово выглядит, согласитесь. Оно так довольно классно. Ну, я не скажу, что уравновешивает две стороны, да, потому что вот смотря на этот разворот, мы четко видим вот это вот изображение. Ну, а девушка вот эта совсем как-то как сбоку. Ну, в общем, не знаю, мне очень понравилось. Я, наверное, не смогу сейчас как-то словами объяснить правильно все свои мысли. Ну, короче, мне эта идея очень понравилась. Она соблюдает вот однотонный фон, но при этом добавляя некоторые дополнительные декоративные элементы, я могу разнообразить странички и органично вписать те портреты девушек, которые имеют некоторые дополнительные элементы на фоне. И, естественно, покажу вам немножечко ближе саму иллюстрацию. Ну, здесь у девчушки довольно странный нос, но я как бы все, что могла, я все с ним сделала. Ну, несмотря ни на что, она получилась очень симпатичная, на мой взгляд. Мне понравилось раскрашивать ее одежду. Ну, я и добавила на рубашечку вот такие еще золотые полосочки. Ну, мне показалось-то довольно уместным. А также вот такую вот красную повязку, обруч. Ну, это в свою очередь как-то их объединило вот с этой вот левой миниатюркой. Ну, а цветочки я раскрасила прямо совсем просто. Я не прикрывала никакие ни линии. Я просто раскрасила вот, ну, какие-то теми придала. И как бы все, я посчитала, что это белые цветы, это ландыши. И этого будет более чем достаточно. Поэтому я работой довольна. Я очень довольна, что я раскрасила еще один разворот в этой книге. Итого на сегодняшний день. Я уже здесь имею целых 10 раскрашенных страниц. И это очень здорово. И я, конечно же, надеюсь, как и каждый месяц, что я в феврале смогу для нее найти то же время. А вот после девушек в костюмах у меня наступил такой некий ступор. Потому что уже был конец месяца. И мне хотелось раскрасить с одной стороны что-то такое легкое и отдыхательное. А с другой стороны мне хотелось закончить месяц чем-то интересным. А потом я взяла книгу Кристины Новак «Королевы Польши». И решила, что я хочу раскрашивать рыжие волосы. Я никогда их не раскрашивала. Ну так, по-хорошему. Где-то там экспериментировала в Кларе, но не более того. И я решила выбрать какой-нибудь портрет девушки, у которой будет достаточно большое количество волос. И попытаться его реалистично раскрасить. Когда я раскрасила этой девушке кожу, я попыталась сделать ее довольно бледной, аристократичной. Честно вам признаюсь, я не читала, что это за личность к своему стыду. Но я просто посмотрела на саму иллюстрацию. И почему-то мне показалось, что это довольно аристократичная дама. Но я обязательно исправлю эту ситуацию. И после записи этого видео я прочту все-таки, кто это. Потому что все предыдущие иллюстрации я как-то, ну, не знаю, хотя бы ознакомливалась. А здесь как-то совсем проигнорировала. Так вот, мне показалось по ее лицу, по течу скулам, по ее высокому лбу, что это довольно аристократичная женщина. И поэтому я ее, ну, попыталась такой довольно бледной раскрасить, подчеркнуть ее высокий лоб. Ну и, конечно же, сделать ей красивые рыжие волосы. Волосы мне, в принципе, понравились, как получилось. Это фактически первый раз, когда я раскрашивала девушку с рыжими волосами. Корону я, ну, вот так вот совсем пошла таким простым путем. Раскрасила камешки уже пантелевской ручкой. Но фишка в том, что я до последнего момента не видела здесь корону. Я все думала, что это все стена за ее спиной. И когда я уже раскрасила всю стену серым, вот эту какую-то сферу сзади тоже таким изумрудным цветом, и у меня осталось вот это вот. И я смотрю, я не могу понять, а что же это, может там дверь какая-то за ней. И когда вот я так отодвинула от себя иллюстрацию, посмотрела, и я поняла, что черт, это корона. И, ну, у меня уже настолько яркая была сама девушка, ее яркие волосы, которые затмевали просто все вокруг. И поэтому я поняла, что, ну, я не смогу корону сделать какой-то яркой и заметной. Поэтому сделаю вот так, как смогу. А также здесь я ей добавляла тоже пантеревскую ручку на платье. Ну, вот так немножечко такие украшалочки добавляла. И, кстати говоря, такой цвет я тоже не использую в своих работах. Он для меня какой-то, наверное, слишком яркий, слишком вызывающий. И поэтому эта работа была таким полнейшим выходом из зоны комфорта. Очень забавно то, что я довольно быстро ее раскрасила, за два вечера. И, ну, в принципе, я довольна результатом. Я пока еще ее даже в Инстаграм не выкладывала. Поэтому вот она показываю на канале впервые. Надеюсь, она вам тоже понравилась. После иллюстрации в книге Кристины Новак мне срочно нужна была Лейла Дьюли. И ее прекрасная ботаника с прекрасным качеством бумаги. Дело в том, что у меня появился вот такой вот чудесный маленький наборчик акварельных карандашей. Благодаря одному прекрасному человечку. И мне срочно нужно было их где-нибудь протестировать. И лучший способ для этого это, конечно же, Лейла Дьюли. И я выбрала вот такую вот максимально простенькую иллюстрацию с январского раздела. С вот такими вот миниатюрками цветочков. Они очень простые. Я прекрасно понимаю, они довольно плоские. Но что интересно, вот на подснежниках зеленый цвет, который вы видите, это синий, оранжевый и серый. И, в принципе, такая же история и с нижними крокусами. То есть здесь я просто смешивала очень много цветов. И мне так понравилось это действие. Дело в том, что в наборчике этих акварельных карандашей их всего 12. Но они очень крутые по качеству. И, конечно же, мне хотелось их как можно больше попробовать. И как можно более полно оценить все их возможности. Ну и, конечно же, в том числе, возможность смешивания. И так вот, раскрашивая синим, наслаивая сверху оранжевый и местами серый, мы реально получаем зеленый. И это, конечно, очень круто. И держа в голове все это, мне было сложновато думать об объеме. Поэтому эти миниатюрки получились, ну, такие слишком простоватые. Но, тем не менее, я очень здорово отдохнула. И, ну, мне прям очень понравилось. Это, в принципе, был мой первый опыт работы с акварельными карандашами. У меня до этого были только интенсы. И мне очень понравилось. Я, конечно же, буду еще продолжать с ними знакомиться. Когда я завершила иллюстрацию в цветочном году, это уже было 29 января. И, если честно, я уже понимала, что я ничего не успею раскрасить. Потому что я обычно 31 числа снимаю видео. Или даже иногда за день до конца месяца. Но мне жутко не хотелось заканчивать месяц простым затестом карандашей. И поэтому я решила рискнуть. И взяла книжечку Moonlitvale от Annie T. Gerard. И решила попытаться успеть раскрасить здесь какую-нибудь иллюстрацию. И, вы знаете, я успела. Я начала эту иллюстрацию вчера поздно вечером. И сегодня к вечеру я ее завершила. И поэтому рада показать вам что-то интересненькое. Вот такую вот даму с бабочками. На мой взгляд, она получилась очень здорово. Мне действительно понравилось ее лицо, ее кожа. В процессе работы я очень засомневалась относительно фиолетовых цветов. Потому что мне показалось как-то слишком много цветов. Это, наверное, говорит во мне мое желание вечно сделать моногамму. Хотя я понимаю, что это неправильно. Но в итоге я оставила фиолетовые цветы. И мне кажется, что все равно иллюстрация не смотрится какой-то наляписто. Она вполне аккуратна по своим цветам. Вы можете видеть на бабочках. Вот так вот здорово сверкают ручки глиттерные. Стардаст тут сакуры. Ну, также и местами есть где-то пентелевские ручки. Ну, вот стардасты здесь. Здесь вот, посмотрите, они просто как, я не знаю, как драгоценные камушки смотрятся. Очень красиво. Ну, и, конечно же, покажу вам ближе лицо самой девушки. Мне она понравилась. Она такая круглая щекая немного получилась. Как-то мне не удалось эти щечки убрать. Но, тем не менее, это же неплохо. Здесь практически все было раскрашено полихромосами. Ну, плюс я там буквально по одному, по два карандашка добавляла из других наборов. А так практически все это полихромосы. Ну, и плюс некоторое количество гелевых ручек для дополнительных украшений. Я надеюсь, что такое окончание месяца вам понравится. И вы обязательно напишите об этом в комментариях. Вот таким вот и был мой первый месяц 2021 года. Для меня он прошел довольно продуктивно и успешно. И самое главное, что в течение всего месяца я раскрашивала с огромным удовольствием, вдохновением. И, ну, практически все, что я раскрасила в этом месяце, оно все мне нравится. И я всем этим довольна. Я надеюсь, что и каждый следующий месяц в этом году будет для меня такой же вдохновляющий. Кстати, поделюсь с вами своими небольшими планами на февраль. У меня есть несколько задумок по некоторым челленджам, марафонам своим личным. И поэтому я надеюсь, что вы будете ожидать от меня каких-то интересных видео. А я постараюсь их как можно более качественно реализовать в феврале. И обязательно вас порадую. Хорошего дня вам, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Всем пока!